Доказательство изменения скорости света и теория сжатия Вселенной. Я немножко изменил, чуть-чуть слегка так, тему доклада, потому что там записан у меня в материалах есть, слегка чуть-чуть изменил. Значит, что такое теория сжатия Вселенной? Эта теория произошла, значит, при решении одной из самых древнейших задач в математике. То есть математика решает какие-то задачи, доказывает теоремы, выводит уравнения. И интуиция играет очень большую роль, чтобы располагать от начала и до вывода, допустим, какой-то формулы. Значит, интуиция располагает разные способы, разные методы, чтобы прийти. Иногда очень сложно это происходит, может быть, даже десятки лет. И был такой вопрос, а нельзя ли исключить вот это доказательство и перепрыгнуть от начала, и перепрыгнуть в новые знания? Вот такая задача, она, в принципе, не была решена многие, уже, по сути дела, тысячелетия. Но в конце 20-го века появились некоторые математические обобщения, которые, значит, могут дать ответ, в некоторых случаях ответ на вопрос. И вот именно вот эти способы я, значит, как бы пытался исследовать и построить какую-то теорию, которая заменит ныне существующие. Значит, это теория с изменением скорости света. Это очень сложная вещь в современной космологии, в современных космологах скорость света меняется. И, значит, я перехожу к доказательствам. Вот первое доказательство. Значит, оно произошло из наблюдений. Наблюдений космологических. Значит, тут все, опять же, тут все, опять же, понятно. Вот, значит, в далеком космосе, например, скорость света миллион двести тысяч километров. И мы выберем какую-то одну секунду, когда модулируется сигнал, излучается. Здесь нет сигнала, тоже одна секунда. Допустим, значит, переходит, значит, свет к нам приближается, и скорость его уменьшается в два раза. Мы видим, что расстояние между импульсами увеличилось в две секунды, и импульс сам растянулся. Значит, космологические исследования подтверждают то, что частота уменьшается, то есть свет краснеет. И одновременно длина этого импульса увеличивается. То есть это как бы первое доказательство. Вот, в принципе, такое доказательство существует. Следующая такая интересная вещь. А нельзя ли предложить какое-нибудь наблюдение? И мы тогда берем, ну вот здесь вот, соответственно, устанавливаем, например, время измерения 300 миллионов. Вот это ускорение, с которым меняется скорость света единица. Ну, это не важно. Только, значит, в принципе, для качественных, для качественной картины что получится. Потому что сюда можно поставить и 0,5, и время другое. Качество не изменится. То есть сам смысл вот этого процесса будет тот же самый. На расстояние, вычисляем его по этой формуле. Значит, расстояние S1 при изменении скорости, отношения скоростей, что означает отношение частот. То есть частоты меняются точно так же, как меняется скорость света. Это из первого слайда было видно. Значит, на расстоянии S1, вот это можно, в принципе, считать постоянным, потому что я здесь приравниваю. Значит, вот расстояние S1, миллион пятьдесят тысяч километров. Вот такое вот красное смещение 1,3. На расстоянии S2, это 750 тысяч километров. Ну, может быть, 750 миллионов, все равно. А уже красное смещение 1,5, чуть больше. И в ближнем космосе на 450 тысяч километров, уже 2. То есть, если прийти, значит, к одному какому-то универсальному расстоянию, то есть 2 относится к 1,3, как примерно 1,5. Мы получим, что S3, то есть ближайшее расстояние, 300 каких-то единиц, ну, 300 миллионов лет можно, например, взять. Это 1,5 миллионов, это в дальнем космосе. Красное смещение на этих расстояниях одинаковое. То есть в дальнем космосе вот такое расстояние, в ближнем космосе вот такое вот. А красное смещение одинаковое. Как это выглядит при наблюдении? Вот наблюдают далекие сверхновые. Значит, вдалеке, на 1,5 миллион километров, красное смещение точно такое, а звезда уже тусклая. Вот одна, например, сверхновая, а 1050 каких-то единиц. Другая сверхновая, она уже почернела, то есть она яркость свою потеряла. Красное смещение между ними такое же, как в ближнем космосе, на расстоянии, где они еще очень светлые. То есть в 1998 году вот эти трое ученых, Пемутер, Рис, Шмит, они открыли изменение скорости света. То есть вот это предыдущий слайд, это было предсказание, что вот скорость света меняется, значит, мы в далеком космосе видим звезды все более тусклыми, тусклыми. Они открыли это, они звучали сверхновые, они открыли, что скорость света меняется. Космология относительности это не предсказывала. Ни одной, возьмите учебники, любые справочники 70-х, 80-х годов, там такая картина, что вот ускоренная. Нет, никто не предсказывал, ни одного уравнения не было описано. И они открыли, но получили премию, внимательно, за открытие ускоренного расширения Вселенной. То есть, по сути дела, они, значит, написали интерпретацию. Космология относительности, как научный принцип главный говорит, умерла. Космология относительности, потому что она не предсказывала этот эффект. Изменение скорости света предсказывает этот эффект. Ну, а почему тогда сейчас вот инфляцию поднимают, говорят, инфляция во всем виновата, и вот мертвого этого космология относительности, это уже зомби, пляшет под воздействием этой инфляции. Вот получается такая штука интересная. Я возвращаюсь, значит, к вот лекции средневекового астронома. К лекции средневекового астронома. Значит, вот здесь он рассказывает, земля в центре, солнце, земля затмевает луну, лунное затмение. Вот луна, земля в центре. Земля в центре, вокруг земли вращается, луна затмевает солнце, солнечное затмение. Тут всякие разные. И в конце концов, это научная идея, научная идея, составление гороскопа. Академик Гинсбург говорил так, насчет перехода научных идей в лженаучные. Вот на примере теплорода. Говорят, для тех времен теплород был действительно, вот не знали, что может жидкость перетекает, тепло переносит. Ну, научная идея. Как только открыли, что движение молекул, значит, все это теплород, это лженаука. По сути дела, если, например, представить, что Земля уже вращается вокруг Солнца, то вот эта вот идея была научная, и составление гороскопов на основе научной идеи тоже научное. А как только увидели, что Земля вращается вокруг Солнца, весь гороскоп теряет научный смысл. Вот представьте, такую картину, приходит человек к монарху какому-то, к царю, и говорит, вот тебе гороскоп, плати мне деньги. Он говорит, а там какой-то, говорит, что ты ненаучный, а Земля вращается вокруг Солнца. Насчет всего. А он говорит, да нет, того уже на костре сожгли, он еретик. Вот. Это происходит именно и сейчас. Это истина лженаука. То есть, по сути дела, получили премию, и Нобелевский комитет в 2011 году Нобелевский комитет и Нобелевская премия стала премией лжеученых, потому что исключили интерпретацию, которая предсказывала, а дали премию за интерпретацию, которую не предсказывают. Значит, я перехожу уже дальше. Еще одно доказательство. Значит, вот здесь преобразование Лоренца. Вот я хотел показать, что начало пространственных координат совпадает. Вот иногда вот эти вот, можно говорить, вот эти лжеученые говорят, что вот, это уравнение и преобразование Лоренца доказывает, что скорость света значит неизменна. Но вот из этой формулы не видно, что неизменна. А видно только, если мы преобразуем вот эту нижнюю часть и приходим вот к этому уравнению, где видно, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов категории. То есть скорость света С квадрат равна какой-то одной скорости и другой скорости. Ее задают значит постоянно, ее вращают, а значит это суть группы Лоренца, группы преобразования Лоренца вращают скорость света, а проекции на оси это есть скорости разные, которые всегда меньше ее. Но я не слышал ни один, вот когда доказывают, когда что-то рассчитывают, не слышал, что сегодня прошел поезд, завтра пришел наблюдатель, а послезавтра мелькнула молния. Они всегда говорят, вот в момент, когда два наблюдателя вместе сверкнула молния и мы рассчитываем поварат. Да, для этого случая вот эта вещь действует, когда координаты совпадают. Но первые два доказательства говорят о том, что скорость света вообще-то меняется. А преобразование Лоренца сами, вот эта вот вещь имеет смысл только предельного характера скорости света. То есть сами преобразования Лоренца они будут работать, если С квадрат предельно, а в локальных случаях, когда систему все в точку смещаются, скорость света можно считать постоянной. То есть только в этом случае. Что мы еще одно доказательство предъявляем. Значит, во-первых, правило Лоренца это предельность, абсолютный предел скорости света. И предел уменьшается. Вот мы смотрим. Такая интересная вещь. Значит, у нас получается предельная скорость, запрещенные скорости, разрешенные скорости. Смотрите, скорость вот такая вот где-то меняется за вот это время. Если скорость больше меняется за это же время, можно. Еще больше за это же время можно. А если скорость меньше поменялась, то есть времени больше, скорость меньше сама поменялась, запрещенная скорость, значит, в природе существует какое-то предельно малое ускорение, которое которое превысить нельзя. Предельно малое. Его нельзя уменьшить. А предельно малое ускорение это изменение скорости. Изменение скорости это изменение энергии. Значит отсюда выходит изменение энергии может быть только кратно какой-то величине. Заданное ускорением замедления скорости света. То есть это третье доказательство, что скорость света меняется. Это убойное доказательство. Это мировоззренческая вещь открытия. Отсюда целый спектр научных исследований, которые даже нельзя себе представить. Вот идет из этого доказательства. А его избегают. Это вся квантовая механика со всеми потрохами. Если добавить вот эту функцию волновую. Математики считают волновую функцию. Интерпретируют так. Была статистическая, многомировая, разных куча интерпретаций. А сейчас есть никакая. То есть уравнения есть, вычисляя и ни о чем не думай. Все. Ни о чем не думай. Никакая интерпретация. Так вот. Если представить, что вот момент какой-то происходит на этом промежутке, где вмешается дополнительное влияние. То есть нейтрино прилетает и случайно энергию передал. Поле, частица, волна. Они все случайны. Вот отсюда вот это вот случайное распределение. Это отсюда волновая функция. То есть эта волновая функция на все процессы накладывается из-за случайности дополнительных воздействий на изменение скорости света. И получается вся квантовая механика, все, что хочешь, дальше можешь рассчитывать. Но физический смысл вот такой. Значит, есть еще один пугач. Постоянная тонкая структура. Постоянная тонкая структура. Но, значит, так как я уже указал, что вот этот вот действует как предельность скорости света. То есть работает эта формула. Если мы... А тонкая структура – это отношение скорости электрона на орбите к скорости света. Вот такое определение первое, которое было задано. Потом его усложнили, добавили. Но оно должно действовать, потому что оно сначала действовало и работает. Значит, отношение скоростей. Если мы представим, что скорость света падает, а скорость электрона на орбите не меняется. Тогда мы приходим вот к такому выводу. Энергия его растет до бесконечности. То есть энергия электрона растет до бесконечности. Откуда она растет? Нет ни одного свидетельства, что энергия где-то не сохраняется. Вообще нет. Есть только в той же самой космологии несохранение энергии. То есть теоретическое какое-то несохранение энергии происходит где-то в той же самой космологии. А кругом все сохраняется, всегда сохраняется. Почему бы здесь ей тоже не сохраняется? И вывод такой, что скорость света и скорость электрона меняются связано. Это подтверждается и вот такими формулами. Значит, вот эта формула, допустим, два заряда. Заряд электрона, заряд протона и вот эта вот составляющая. И она входит в формулу для скорости света электрическая, постоянная электрическая, магнитная. Так вот, если электрическая, магнитная растет, и скорость света уменьшается, и сила взаимодействия тоже уменьшается. То есть они связано, уменьшаются. Я имею в виду здесь скорость света как скорость передачи взаимодействий. Как скорость, например, как характеристика, если хотите, эфирной среды. То есть она меняется характеристикой, и вот скорость света меняет. Может, пространство или вакуум, все равно. Так вот, вот строят такой вот объект ЭТЭР. Это ядерный термоядерный реактор. Стройка уже затягивалась и начиналась снова, и сейчас уже заливают фундамент и так далее. Планировали в 2016 году начать исследовать, но сдвинулся к 2010. Денег очень много на нее, но результата у этой самой стройки не будет никакого. По причине, ну смотрите, как мы уже посмотрели, все вещи идут к тому, что скорость электрона постоянной тонкой структуры не меняется, не должна меняться. Из-за того, что энергия сохраняется. Значит, а рассчитывают этот реактор на то, что где-то здесь будет термоядерная реакция. Но начинаются вот тут неприятности. Здесь еще складывались нормально более-менее, а вот здесь вот переходит, так называемая плазма улетучивается, неустойчивость. Одна, вторая, третья. Так вот, согласно этой диаграмме, хотя вот это вот плечо может быть другое, оно не вычислено, а предположено, значит, вот этого результата не достичь будет совершенно. Потому что, значит, неустойчивость из-за изменения скорости света, будет количество неустойчивости расти и расти и геометрической прогрессии. Вот, зачем это нужно? Я не знаю, работать не будет, а деньги окучивают. Есть, опять же, премии, есть люди, которые уже годами существуют уже всю свою жизнь на этих термоядерных реакторах, а реакции до сих пор и нет. Вот, я хочу вспомнить застой и результаты. В первую очередь, застой это, значит, идейно-научная идея застой. Вот, например, в социализме Егор Гайдар был редактором журнала «Коммунист». Это что, идейный такой, научный работник? Он первый министр-строитель капитализма. Это все равно, что Эйнштейн в 1953 году сказал, начинайте на теорию относительности, а это все эфир у меня. То есть, не может такое. Это означает, что идеи не было. Неважно, была она вообще, не была она в частности. Но у человека, который занимался и занимал этот пост, не было никакой идеи. Мы видим, сейчас война происходит, все рухнуло, в 90-х никто не рождался. Что происходило? Так вот, вот этот застой в этом самом, в идейном науке, он гораздо более тяжелый. Сейчас вот этот реактор, он нужен, а его строят. Вот через 20 лет не даст результат, и станут предлагать. А давайте другой, с изменяющей скоростью света. А кто им даст? Никто не даст, и все, и все это, а он нужен, необходим. Так вот, переходим к наблюдениям. Я предлагал вот такой вариант, это самое, в Институт космических исследований. Там тоже ответили, не будем мы тебя даже и спрашивать. В чем тут дело? Значит, Луна, у нас изучены параметры орбиты, изучены расстояния до нее, и она геологически пассивна. Значит, разместить уголковый отражатель здесь, и вот где-то здесь, на этой точке. С помощью лазерной локации за год, вот на 0,3-0,4 пикосекунд будет задержка. То есть он как бы, вот это расстояние, радиус, ну, можно поближе. Можно, значит, металлические ленты раскидать. Можно, в принципе, если есть локацию, это Луны происходили, достать старые, уже 50 или 60 лет происходит, достать старые, есть ли такие отражения, есть ли увеличение вот этого вот разрыва. Это одно наблюдение. Вот этот эксперимент, который описан вот в этих материалах, в чем тут дело? Значит, самая главная, значит, вещь во всем этом, это вот на втором моменте. Вот здесь одинаковые плечи и еще немножко длиннее. То есть вот это, вот это она, как будто здесь больше, но на самом деле вот это два одинаковых, вот до этой точки. И второе плечо, вот продолжение. Одно зеркало здесь, другое зеркало здесь. Из-за того, что, значит, вот здесь расстояние проходит больше, то есть вот на экране интерферационная картина, но из-за того, что проходит больше, скорость света меняется, постепенно фаза будет вот этого сигнала смещаться и будет небольшой дрейф. Вот здесь высчитывается формула, как высчитывать различные способы проверки вот этого эксперимента. Это описано. Значит, нужно на очень, значит, на большое время, например, рассчитана, идея простая, но в принципе сложная, но технологически, по моим убеждениям, сейчас уже допустим. Значит, некоторые ученые мне говорили на одном семинаре, лига, лига же засвистит при твоих вот этих самых, порядка 10 метров в секунду, минус десятый метров в секунду. Но лига не засвистит. Это все равно, что как вот в ладоши хлопать на таком расстоянии, вот на таком расстоянии, или даже вот в таком, если в 100 раз скорость света уменьшится и изменится, потому что у него плечи вот эти вот одинаковые. Если бы сместить зеркало, то есть вот его параметры можно сместить зеркало поближе, одно, а второе исследовать и вот наблюдать разбегание дрейфа, тогда действительно можно было бы. Вот. Ну, а вот здесь вот, значит, что отвечают, например, мне вот ученые, которые обязаны были рассмотреть вот космологически вот эти вещи. Вот. И говорят, что мы знакомы совсем, но не разделяем точку зрения, потому что мы не считаем, что скорость света, и не будем в дискуссии, что скорость света меняется. Нам все ясно, все понятно. Вот эти товарищи. И вот рисунок, я не знаю, не хочу, значит, комментировать. Вот. Возвращаясь вот к этому, что вот действительно предсказание, действительно игнорируется, даже не пускается, и действительно получаются премии за инфляцию, за космологию инфляции и реанимировали. Спасибо за внимание. Можно? Можно. Можно, пожалуйста. А скажи, пожалуйста, по поводу эксперимента, который я произвожу, вы учитываете, что Луна нестабильна, все это расстояние я учитывал. Значит, действительно вопрос не совсем простой, непростой, как, значит, все дело в том, что это сама схема, но в самой схеме планируется не только вот здесь и вот здесь, и с этой стороны, то есть несколько точек расположения, чтобы, если она немножко покачнется в эту сторону, да, а она геологически пассивна, то есть там нет дрейфа этих материков никаких, вот где стоит, там и будет стоять аппарат. То есть если качнется здесь, в эту сторону, можно, значит, еще и вот посрединке расположить отражатель. Оно же вибрирует. Правильно, правильно. Все эти моменты, они выправляются. Для одного, вот как для самой схемы, вот здесь два располагать, это будет, значит, сложно. Но располагая, значит, несколько вот здесь, посредине между, в разных точках, то статистическая прогрессия, погрешности, они будут выбираться. То есть статистика, если он в одну сторону качнется, то с одной стороны будет больше, с другой меньше. Ну, понимаете, это можно выбрать, то есть... Ну, метеориты. Благофакторные артефакты можно посчитать? Можно, можно, да, можно... Все эти вещи можно учесть. Понятно, ясно, спасибо.